этот самый кризис дурные деньги кончились и все инвесторов не осталось разрабатывать не за что люди начали разбегаться на игровая индустрия сделала резко такое вот переформирование новой индустрии осталось все с не хорошо и она зарабатывает столько денег сколько многим западным игровым компаниям не снится сотни миллионов долларов каждый год зарабатывают российской игры компании киперские и лондонские будапештские не имеет значения то есть они меняют редикцию но руки и мозг вот и находятся вот здесь зарплаты получают люди здесь эти видео до мобильной проекты почему потому что отдаётся американских домокозяек проще простого ты делаешь тупорылую игру клон какой-нибудь другой игры добавляешь несколько пикантных особенностей и просто начинаешь грести бабки Кинг, у которого, по сути, есть одна успешная игра. Candy Crush Saga. Это три вряд вот эти вот составляют. И там нет сюжета, там вообще ни хрена нет. Там ты просто составляешь вот эти вот, решаешь вот эти головоломки, которые, естественно, случайным образом раскладываются, и больше, частью, тебе не везёт. И все предлагают докупать жизни, бустеры и прочего. Кинг зарабатывает больше каждый квартал, чем Blizzard, чем вся Blizzard со всеми брендами. Ну, а как тогда быть, вот если ты хочешь быть Blizzard, который там с именем ухуянным, но хочет создавать реально крутые игры, но те, которые делают мобильную хуйню, зарабатывают больше. Вот что, какой у них вариант? Тебе нужно быть самостоятельным. Тебе нужно быть самостоятельным. Самая большая ошибка Blizzard была в том, что они продались Activision. Activision быстро выдавила всех людей, которые ей не нравились, все люди, которые принимали неверные решения, все люди, которые принимали, возможно, недостаточно рискованные движения, всех людей, которые слишком уважительно относились к фанатам. Всё, от старой Blizzard ничего не осталось. Новые люди, особенно когда грянул этот кризис, не ту вот эти домогательства, потом выяснили, что в самой Blizzard, оказывается, были эти самые домогатели, которые женщины там не уважали. Вот их всех выперли в одном моменте. И что в итоге осталось от Blizzard? Один скандал с релизом каждой игры за другим. Вот насчет всех этих перепродаж. Вы сейчас много роликов посвящаете в этой теме, когда Microsoft пытается купить Activision.